Эти девушки открыли тайную комнату в своем приюте и узнали, что их собираются использовать как кроликов. Что именно с ними хотят сделать, мы узнаем из обзора на фильм «Уровень 16». Мы видим длинные коридоры детского приюта, больше похожего на тюрьму. Здесь живет много девочек-подростков, среди которых две подружки, Вивиан и София. Они сидят в спальне и мечтают о том счастливом времени, когда их удочерят. Оказывается, они всю жизнь находятся в приюте и никогда не выходили наружу. Звучит сирена. Множество девочек в одинаковых длинных белых платьях спешат к умывальнику в коридоре. Возле него установлена камера. Каждая девочка должна умыться и показать, что она чистая. Все обязаны делать это в четком порядке и справиться за несколько секунд. Внезапно София роняет на пол свою баночку с жидким мылом. Проблема в том, что у нее плохое зрение и девочка никак не может ее найти. София просит Вивиан помочь ей. Девочка спешит на помощь подруге и поднимает ее баночку. Из-за этого она на несколько секунд опаздывает к началу своего умывания. Тут же загорается красная лампочка и раздается сигнал тревоги. Все девочки отворачиваются лицом к стене, словно узницы самой настоящей тюрьмы. В коридоре появляется пара охранников и тащит заплаканную Вивиан к входной двери. Девочка умоляет Софию рассказать, что она ни в чем не виновата, но подружка стоит и боится даже пошевелиться. Остальные девочки тоже молчат. Проходит несколько лет. Мы видим, что Вивиан подросла и теперь строго следует всем правилам, не проявляя никаких эмоций. На уроках, больше похожих на сеансы групповой терапии, девушек учат быть сдержанными, терпеливыми и воспитанными. Перед девушками появляется их наставница, миссис Бриксел. Это роскошная женщина с длинными белокурыми волосами. Она сообщает им радостную новость. Девушек переводят на уровень 16. Это последний год в приюте, и после него их ждет удочерение и новая семья. Вивиан и еще несколько девушек попадают в новый корпус Роуз Холл. Здесь у них наконец-то будут отдельные кровати. Вивиан встречает свою бывшую подругу Софию. Девушка очень рада этой встрече. Однако Вивиан смотрит на нее с полным равнодушием и всем своим видом показывает, что не простила ее за ту историю с мылом. После завтрака София находит подругу в туалете и снова просит у нее прощения. Однако Вивиан хватает бывшую подругу, требует ее закрыть рот и никому не рассказывать о прошлом. Раздается очередной звуковой сигнал. Появляется миссис Бриксел и говорит девушкам, что очень скоро в приюте появятся спонсоры и выберут себе новых дочерей. Это такое важное событие, что выпускникам Академии даже вручают подарки. Это белое кружевное платье с их именами, вышитыми на поясе. Мы узнаем, что девушки не могут прочесть свои имена, так как не умеют читать. Их учили прилежно трудиться, быть послушными и, главное, хорошо ухаживать за своей кожей. А вот всему остальному, похоже, так и не научили. Девушки в приюте счастливы и с нетерпением ждут встречи со своими новыми родителями. И только София выглядит очень взволнованной. Она просит Вивиан не принимать сегодня витамины, которыми их кормят каждый день. Девушки стоят перед камерой и по очереди принимают синие капсулы. Вивиан решает послушать Софию и не глотает эту капсулу, а выплевывает ее в унитаз. Как только раздается звуковой сигнал, Вивиан ложится в постель. Ее удивляют, что все девушки в комнате буквально за секунду засыпают очень крепким сном. Внезапно появляется София и пытается рассказать Вивиан всю правду об этом месте. Девушкам дают не витамины, а снотворное, поэтому они не проснутся до самого утра. В коридоре раздаются чьи-то шаги. София прячется и просит Вивиан притвориться спящей. В спальне появляется миссис Бриксел в компании двоих охранников. Женщина указывает на несколько спящих девушек, и мужчины куда-то их уносят. Среди них есть и Вивиан, которая продолжает притворяться спящей. Девушек заносят в какой-то зал. Когда охранники выходят, Вивиан открывает глаза и оглядывается. Девушки очень страшные, а она вновь закрывает глаза. В комнату входит незнакомая пожилая пара. Миссис Бриксел описывает им достоинство красивой кожи спящих девушек. Женщина растеряна, а мужчина требует ее сделать свой выбор. Дама выбирает вторую девушку, Оливию, и просит своего мужа оплатить эту услугу. После этого Вивиан относят в спальню и возвращают в кровать. Девушка в ужасе. Оказывается, спонсоры не удочеряют их, а покупают как товар на базаре. Вот только что они делают с ними дальше, вот в чем вопрос. Появляется София и предлагает подруге как можно скорее убежать из приюта. Оказывается, она уже с 13 уровня не принимает витамины и знает обо всем, что происходит здесь по ночам. В приюте очень опасно, но куда же им бежать? Девочкам все время говорили о том, что снаружи находится отравленный воздух, непригодный для жизни. Днем происходит еще одно странное событие. Они знакомятся с доктором Мира. Он тщательно осматривает каждую девушку и улыбается Вивиан. Но она понимает, здесь никому нельзя доверять. Ночью, когда все девушки спят под воздействием снотворного, Вивиан и София обсуждают план побега. Для этого им нужно достать карту пропуск, иначе с закрытой территории не убежать. София предлагает подруге все рассказать другим девушкам, но Вивиан категорически против. Ведь кто-то из них легко может их выдать, и тогда их план провалится. На очередном приеме у доктора Мира Вивиан замечает, что он относится к ней иначе, чем к другим девушкам. Она решает использовать это в своих целях и внимательно следит за тем, как доктор Мира использует свой пропуск. Между тем, странные события продолжаются. У одной из девушек внезапно начинаются конвульсии, а она падает на пол. Вивиан помогает ей встать и ведет умыться. Похоже, это последствия прививки, сделанной недавно всем девушкам. У них очень воспаляется место укола. Подруги чувствуют, что у них осталось слишком мало времени, нужно действовать. На очередном осмотре у доктора Мира Вивиан перестает притворяться милой и послушной девушкой, задает много вопросов. И мужчина очень удивлен ее поведением. Он ставит ей укол с концентратом витаминов. Через какое-то время к Вивиан заходит София. Ночью она хочет забрать пропуск у одного из охранников. Дело в том, что он часто заглядывает в спальню к спящим девушкам и трогает их. София и Вивиан так эмоционально обсуждают свой план, что их слышат две другие девушки. Они удивлены тем, что послушная Вивиан проявляет свое недовольство и гнев, и спешат в комнату доносов, чтобы все рассказать миссис Бриксил. Хозяйка приюта закрывает Вивиан в большой клетке и идет поговорить с доктором Мира. Оказывается, они пара и весь их бизнес нелегален. Женщина боится, что обо всем может узнать полиция. Ей бы хотелось держать девушек под наркозом все время. Мира объясняет, что, во-первых, это дорого, а во-вторых, вредно для их здоровья и состояния их кожи. Ночью София готовится к побегу. Она делает веревку из постельного белья и ждет прихода охранника. Когда он заходит в спальню и хочет потрогать очередную девушку, София набрасывается на него сзади и набрасывает ему нашу веревку. Однако охранник гораздо крепче слабой девушки и одним ударом сбивает ее с ног. София пытается убежать, но охранник догоняет ее. Она падает на пол после очередного удара и замечает рядом с собой утюг. Девушка хватает его, наносит охраннику удар по голове и тот теряет сознание. София находит у мужчины пропуск, хватает его и спешит к клетке, в которой сидит ее подруга. Увы, девушка не успевает открыть клетку, так как раздается сигнал тревоги, и она тут же вынуждена убежать. Через некоторое время появляется миссис Бриксел и вытаскивает Вивиан из клетки. Девушек снова собирают в одной из комнат. Перед ними стоят миссис Бриксел, доктор Мира и один из охранников. Софию обвиняют в том, что она совершила ужасный поступок и украла одну очень важную вещь, которую теперь никто не может найти. Пока девушки не вернут украденное, каждый день одну из них будут жестоко наказывать. Доктор Мира выбирает первую жертву и охранник уводит плачущую девушку в коридор. Дисциплина в приюте становится еще более жестокой. Теперь девушки пьют свои таблетки под контролем миссис Бриксел. Женщина пристально следит за Вивиан и заставляет ее принимать витамины, которые на самом деле являются снотворным. Она сообщает девушке, что завтра ее забирают спонсоры. Вивиан понимает, что у нее практически не осталось времени. Ночью она пытается бороться с действием снотворного, уколов руку острой заколкой. В практически бессознательном состоянии девушка находит в постели Софии пропуск и пытается открыть входную дверь. Но, увы, у нее ничего не получается, так как этот пропуск уже заблокирован. Вивиан в отчаянии смотрит на дверь и решает сорвать с нее дверные петли, используя пропуск как отвертку. У нее получается? Открыв дверь, Вивиан выходит в коридор и с трудом идет в ту часть, где находится руководство приюта. В это же время в кабинет доктор Умира заходит миссис Бриксел и что-то ищет в его столе, оставив рядом свой пропуск. Вивиан заходит в кабинет и требует хозяйку приюта рассказать, где находится София. Женщина отвечает, что заперла Софию в подвале и хочет уколоть Вивиан дозу транквилизатора. Однако девушка так просто не сдается. Между ними завязывается борьба. Вивиан удается отобрать шприц с лекарством и сделать укол самой миссис Бриксел. Захватив пропуск наставницы, девушка подходит к двери, которая ведет на свободу. Кажется, она готова сбежать даже без Софии. Однако Вивиан все же спускается в подвал, так как не может предать подружку. Девушка находит подругу в одной из клеток и освобождает ее. Руки Софии связаны и Вивиан ищет, чем их можно развязать. Девушки попадают в подземную операционную и тут они узнают еще более жуткие вещи о своем приюте. На столах находится целый ряд запакованных пакетов. Испуганная Вивиан открывает один из них и видит внутри тело Риты. Это та самая девушка, которую охранник увел в коридор на наказание по приказу доктора Мира. На ее лице нету кожи. Вивиан и София в ужасе понимают, что в каждом из этих мешков лежит кто-то из девушек, которых они знали. И у всех них нет лица. Они видят бирки с именами, аккуратно привязанные к ногам бедных девушек. Вивиан хочет как можно быстрее убежать. Однако София хочет спасти своих подруг. Вооружившись скальпелями, подруги поднимаются по лестнице и подходят к входной двери. София просит Вивиан подождать ее и дать ей шанс исправить сделанную в детстве ошибку. София идет на 16 уровень, а Вивиан видит, как охранник открывает дверь на этаж, где она еще никогда не бывала. Девушка хочет узнать, что там находится. Это какой-то кабинет с огромным экраном на стене. Дотронувшись до него, Вивиан включает рекламный ролик. В нем доктор Мира и миссис Бриксел предлагают свои услуги по омоложению кожи в клинике Весталия. Все очень просто. Клиенту предлагают много разных красивых лиц, и он выбирает себе то, которое хотел бы иметь. Девушка-донор постоянно получает синтетические препараты, чтобы обеспечить полное совпадение ДНК донора и клиента. Благодаря этому новая молодая кожа приживается легко, быстро и безболезненно. Вивиан плачет от ужаса и отчаяния. В это время София рассказывает страшную правду остальным девушкам, но ей не хотят верить. Воспитанницы приюта вот-вот позовут охрану, чтобы вернуть Софию в клетку. Однако в комнате появляется Вивиан. Она ведет за собой миссис Бриксел со связанными руками. После укола препарата женщина плохо себя контролирует, а поэтому быстро признается во всех грехах. Более того, девушки находят на миссис Бриксел следы пересадки лица и понимают, что она тоже использовала чью-то кожу. Девушки понимают, что все это время их не спасали и не готовили к лучшей жизни, а выращивали, словно овечек или куриц, чтобы потом продать покупателям. Воспитанницы приюта садят миссис Бриксел в клетку и спешат как можно скорее покинуть это место. Однако при попытке открыть входную дверь звучит сирена. Девушки разбегаются по двору в надежде спастись. За ними гонится вооруженная охрана. Один из охранников нападает на Вивиан и Софию, но подругам удается столкнуть его с большой высоты. Однако мужчина успевает ранить Софию. Подруги забегают в небольшое помещение и блокируют дверь. Охранники не стреляют, так как девушки нужны им живыми и с неиспорченной кожей. На переговоры приходит доктор Миро. Он заявляет, что всех девушек продали в приют их родители, и он якобы их спас, дав им нормальную жизнь. Мужчина предлагает Вивиан сделку. Она должна помочь ему вернуть всех девушек в приют, в том числе и Софию, а за это он обещает ей свободу. Вивиан не верит доктору и спрашивают у него, сколько стоит ее лицо. Мужчина честно отвечает, что потратил на него 16 лет своей жизни, и оно для него бесценно. Тогда Вивиан берет скальпель и делает несколько надрезов на своей коже, чтобы ее никто не мог использовать. Девушка плачет от боли и гнева, а охранники тут же начинают кому-то звонить. Доктора Мира вызывает к себе его босс, и спустя какое-то время раздается выстрел. Похоже, босс разобрался с доктором. Утром дверь в помещение, где сидят Вивиан и София, выбивает белорусская служба экстренной помощи. Девушки выходят наружу и видят, что идет дождь. Они плачут, держась за руки, и впервые в своей жизни смотрят на солнце. Какой еще обзор вам хотелось бы увидеть? Пишите свои варианты и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Это был Мувикод. Продолжение следует...